Когда создавали эту систему, предполагали, что 10% это начало, это по крайней мере тот минимум, и все будет зависеть от темпов роста и ВВП, и от инвестиционного дохода, и от структуры населения, и продолжительности жизни. Во всем мире всегда проводятся актуарные расчеты, и они обновляются. У нас сейчас очень сильно выросла продолжительность жизни, особенно тех людей, которые уже достигли пенсионного возраста, это другая продолжительность жизни. И вот международный опыт, он как раз говорит о том, что накопительные пенсионные системы, они сейчас все больше внедряются в разных странах, даже те, которые базировались только на солидарной системе. Но какой основной вывод? Пенсионная система должна быть многокомпонентной. То есть нельзя базироваться только на государственной пенсии, нельзя базироваться только на солидарной системе, И нельзя базироваться только на накопительной системе. У нас трехуровневая система. Это было сделано правильно, это было сделано с самого начала. Здесь никаких ошибок не было. Если уж говорить о том, что не учли, так скажем, в тот момент, то у нас произошла разбалансировка событий, так скажем. Когда начали формироваться пенсионные активы, предполагалось, что также активно будет развиваться фондовый рынок. И компании «Голубые фишки» и другие, это квази-постажные компании, будут выходить на фондовый рынок, выпускать акции, и пенсионные активы будут вкладываться в том числе в эти бумаги. Долговые бумаги, облигации или долевые бумаги, это акции. Вот здесь во времени произошла определенная рассинхронизация. Но это не имеет отношения к собственной накопительной системе. Если же говорить об управлении пенсионными активами, то это уже текущая реалия. В 2014 году, уже далеко после реформы, произошло, так скажем, государствление. И частное управление пенсионными активами было заменено на государственное управление пенсионными активами. Когда все, всеми активами стал управлять Национальный банк. И если говорить о каких-то проблемах в управлении, то надо, наверное, говорить о том, что произошло на протяжении вот этих 26 лет. И сейчас еще не поздно поменять подходы, чтобы общество в целом осознало, что пенсионные активы инвестируются в интересах вкладчиков.